Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире телекомпания «Город» программа «Подробности». Почти 40 лет областной лагерь «Пламенный» остается хорошей, востребованной стартовой площадкой для юных активистов. В течение года дети и подростки региона работают в общественных организациях, волонтерских отрядах, принимают участие в мероприятиях и акциях и самые инициативные получают путевку. В нашей студии руководитель лагеря «Пламенный» Александр Ширяев. Давайте мы начнем с самого начала. Когда он был образован, что он собой представляет сейчас? Это был лагерь пионерского актива, где собирали пионеров, активистов из среди пионеров и обучали их работе с коллективом, работе с пионерской организацией. Кроме этого, были добрые традиции лагерные. Конечно, это песни, это общение, это работа в команде, это дружба. Которые сохранились и по сей день и приумножились. Сейчас мы забираем активистов детских общественных организаций различных, которых сейчас множество и в Рязанской области, и в России. И обучаем их, наверное, очень близкому к тому, что учили тогда. Разбираем их как лидеров, обучаем их работе в команде, обучаем их как... А что подразумевает с собой работа в команде? Это какое-то коллективное творчество, это какая-то помощь, что? И коллективное творчество, и волонтерство, и социальная работа. Сейчас вся работа в основном происходит в команде. Есть разные общественные организации, некоторые направлены на патриотическую работу. Они ухаживают за ветеранами, за павельниками. Некоторые ходят в походы, некоторые занимаются благотворительными акциями, помогают детям разных групп. Есть детские организации, которые при школах и развивают различные школьные самоуправления. Все это требует места и времени. Как у вас с этим? Ну, лично у нас с этим сейчас проблема решена. Долгое время мы их были без всего. Но сейчас у нас есть дом общественных организаций, где нам выделили помещение, именно нашей команде, где мы можем базироваться, собираться и что-то проводить. Что-нибудь из истории интересное вспомните? Вот за 40 лет много всего произошло. Самые какие-то яркие случаи, события, о которых сегодня хочется рассказать. Каждая смена лагеря – это своя история. Вот вы назвали три направления. Английский язык, танцевальный кружок и горнолыжный. Кружок или нечто большее? Лагерь. Да. Это лагеря. Вот у нас один лагерь – это пламенный лагерь актива основной. Еще у нас тоже команда этих же педагогов и отряд проводят еще лагеря. Английский лагерь языковой, где применимы к тому, что ребята хорошо общаются, хорошая атмосфера дружная, они еще изучают язык. Вот новый проект этого года мы совместно с фестивалем «Черный котенок», Творцом молодежи, организуем танцевальный лагерь. Его собираем в детские коллективы, и будут они соревноваться и развиваться в том деле, что им нравится. И вот сейчас непосредственно проходит у нас горнолыжный лагерь. Мы набирали ребят, молодежь, и они отправились в горы кататься на лыжах совместно в Грузию. Вот хочется поподробнее узнать, на что могут претендовать родители, чему обучат их детей, на что могут увидеть сами дети, чему они могут научиться. То есть вот хорошее дело поездка в Грузию. То есть ребята поехали с родителями, с волонтерами, с кем? Хочется понимать. Ну, ребята поехали с, скажем так, с командой организаторов. Это все одна команда организаторов, которая была выращена в Пламенном за 40 лет. Сформировался педагогический отряд, который сейчас насчитывает порядка 70 человек постоянных. Ну, не говоря, что те, кто ушел, наши комиссары, они все еще с нами, но они меньше занимаются, они уже занимаются своим бизнесом, своей работой. 70 человек, которые в первую очередь любят детей. Они все обучены. У нас есть своя школа. Они очень позитивны, активны по жизни. Это были лучшие ребята из всех лагерей, которые мы проводили. Мы их отбирали и формировали такую постоянную команду. А своя школа, вы имеете в виду, что их обучают? Да, мы их обучаем постоянно. У нас трехлетняя школа подготовки наших комиссаров. И как это все происходит? Есть какие-то экзамены, зачеты? Есть экзамены, зачеты, дипломные работы. Это постоянные семинары, тренинги. Мы приглашаем московских тренеров. Сами ребята, кто поопытнее учат своих. Постоянный процесс собственного развития, который позволяет нам создавать сильный коллектив, который может реализовывать всевозможные проекты. А детки какого возраста обычно? От 8 до 16 лет. А как вы думаете, какое количество молодежи, детей прошло за 40 лет через ваш лагерь? В годы СССР это был там лагерь 150, наверное, человек. Сейчас это лагерь 350 человек. Это каждый год. Сейчас уже есть, кроме летней августовской смены традиционной, есть еще и осенние и зимние смены. Я думаю, что большое количество детей. Но так на скидку мы не считали. Мы считали только вожатых. Это порядка там 300 человек только вожатых прошло за эти годы. А чем вы отличаетесь от остальных? Ну, мы отличаемся тем, что мы едем туда отдавать детям. Как у нас есть слова гимна, слова наших клятв. Это кусочек сердца отдавать, отдавать частичку души, учить тому. Мы понимаем, что дети – это наше будущее, и мы должны этим заниматься. Ребята в основном альтруисты. Ну, работают, наверное, на свою страну, на свое общество. И отличаемся мы тем, что, во-первых, у нас в лагерях дети не брошены. Они постоянно под присмотром, они постоянно под заботой. С современными детьми намного сложнее работать. Удивить сложнее. Да, удивить сложнее, конечно, но для этого и удивляют их уже другие ребята, молодежь, да, которая придумывает такие вещи, что их удивляет и завлекает. Если дети заняты, неважно, раньше они были и сейчас дети. Если они все заняты, если они заняты важными делами, сами развиваются, то никаких трудностей с ними не возникает. Учитывая огромное количество гаджетов, от которых невозможно оторвать детей и подростков, как вожаты с этим справляются? Может быть, тоже уже есть какой-то интернет, общение, где все взаимосвязано и на пользу? Вынуждены подстраиваться под это. Мы общаемся с ребятами, с нашими в течение года и в ВКонтакте, и с помощью сайта. Без этого никуда не денешься. И у нас есть конкурсы интеллектуальные, мы проводим. Они у нас тоже в онлайн-формате проходят. Вот по физике, математике мы проводим конкурсы областные. Ну, сейчас много смен. Вот основная августовская смена пламенного, она длится 21 день, как было положено раньше. Это ребятам хватает проникнуть. Ну, как говорят психологи, 21 день возникает привыкание. Привыкание к тем вещам, которые мы доносим до ребят. Осенние и зимние смены, они длятся понедельник, как каникулы. Вот английский лагерь, если говорить об кемп, он весной неделю. То есть в каникулы понедельник, летом две недели. Танцевальный лагерь – это новый проект. Мы пока только одну недельку планируем в июне, а дальше будем смотреть, как это у нас пойдет. Вы готовы работать с любыми ребятами, которые еще не очень хорошо знают английский, просто хотят научиться танцевать или уже должны подготовиться? Да, нет, мы работаем со всеми. Это наше правило, что мы работаем со всеми. Несмотря на то, что там есть лагерь для активистов или там для изучения английского. Даже есть ребята, кто приходят, ничего не знают с нуля, но мы с ними работаем, вовлекаем. И многие потом становятся активистами, потом начинают учать язык, или потом начинают танцевать, или заниматься лыжами. Ближайший план на этот год, он уже наступил, тем более 40-летний юбилей перешагнете? Да, конечно, мы готовимся к юбилею, будем звать наших гостей, это ветеранов нашей вожатской работы. Будем звать гостей тех людей, которые нам помогают в августе, будем праздновать. Конечно, это очень важно, отметить такую веху, большой все-таки уже срок, и уже есть чем гордиться. Планов очень много, у нас множество мероприятий, в которых мы участвуем. Это различные акции, это благотворительные всякие всевозможные акции, это лагеря. А вы сами их находите, придумываете, или вас приглашают? Как это все происходит? По-разному, да. Если говорить про наш шпиатряд, 70 человек. По сути, это большая группа волонтеров, которые иногда помогают кому-то проводить акции. Нас просят прийти, помочь, позаниматься с какими-то детьми, с трудными детьми, или с теми детьми, которые почему-то собраны в этом месте, или где-то что-то проводится. Есть реакции, которые мы самостоятельно проводим. Также мы занимаемся шефством над леснокорамбельским интернатом коллекционным. Мы к ним ездим, и у них проводим и праздники проводим для них, и выпускной им делаем то, что запланировано уже на этот год. Приезжаем, дарим им подарки, организуем для них обучение, организуем для них какие-то мероприятия, что им не хватает. Множество мероприятий, это огромный список, и ребята постараются по возможности в этом участвовать, несмотря на то, что они учатся в институтах, в старших классах школ. Им это нравится. Да, им это нравится. Практически все это не приносит какого-то дохода сейчас, но ребята развиваются. Проводя мероприятия, организуя, многие уже берут на себя радиоактивные функции, а не просто участие. Проводят, организуют, делают это, во-первых, мы все понимаем, что это важно и нужно, и занимаемся теми мероприятиями, которые, конечно, социально важны. Плюс ребята развиваются, проводя, организуют, и растут, и потом уже им предлагают ту работу после института, которая уже достойна их. И это, как правило, лучше, чем им сверстникам, которые сидели, там, в институте ничего не делали. Остается пожелать вам удачи, хороших ребят, терпения и сил, чтобы творческая нотка всегда присутствовала. Нашим телезрителям, я напоминаю, это была программа подробностей. Если вы ее пропустили и включили телевизор в самый последний момент, заходите на наш сайт город62.тв. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова